В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани отметили День двора. Парковки в центре города по-прежнему остаются без внимания префектуры. И в Рязани пройдет открытый чемпионат вооруженных сил России по боксу. Стихийные парковки в центре Рязани по-прежнему остаются без внимания префектуры. Напомню, на улицах Радищевой и Праволыбецкой планируется создание первой платной парковки. В настоящее время на этих улицах завершено проведение работ по ремонту дорожного полотна. И примечательно, что открыть парковку городские власти планировали 1 июля. Но пока что она остается по-прежнему беспорядочной. В центре Рязани решено развивать платные парковки. Всего на карте города можно найти около 50 участков, где предлагается поставить автомобиль под охрану за деньги. Но все они частные. В будущем должны появиться и муниципальные. В конце прошлого года Рязанская городская дума внесла изменения в порядок создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования. Депутаты утвердили максимальный размер платы за пользование платной парковкой не более 35 рублей за час. Одной из болевых парковочных точек города является улица Проволыбецкая. Показательным действием было объявление городскими властями конкурса на ремонт под парковку Проволыбецкой. На сайте госзакупок были размещены конкурсные условия. Начальная цена контракта составляла почти 4 миллиона рублей. Ввести здесь требования оплаты планировалось с 1 июля 2016 года. Но, как можно видеть сегодня, для этого не сделано ничего. А та разметка, что на днях была нанесена на новый асфальт, привычно игнорируется самими автовладельцами. Так и продолжаем мы хаять друг друга нещадно, паркуясь неправильно, так как парковаться негде. А между тем, госуправленцы пошли таки навстречу гражданам. У каждого автомобилиста сердце начинает биться сильнее, когда он видит, как вдруг его автомобиль грузит на эвакуатор. А что уж говорить о ритме его сердца, когда он вернулся к месту, где припарковал машину, а там ее нет. Новый закон позволяет забирать автомобили со штраф стоянок без предъявления документов об оплате расходов по их перемещению и хранению. Эти услуги будут оплачены позднее вместе со штрафом за неправильную стоянку. На Южной окружной в Рязани горел склад с опилками. Пожар произошел ночью. Тушили 5 пожарных машин и 15 сотрудников МЧС. В результате возгорания был полностью уничтожен металлический ангар. Также повреждены огнем два соседних здания. Никто из людей не пострадал. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Долевая собственность наиболее популярна и в последние годы одно из самых надежных вложений в недвижимость. Практика показывает, что рязанцы вступают в долю часто, со временем ее продают. О нюансах таких операций в следующем материале. Сделка по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу подлежит нотариальному удостоверению. При этом преимущественное право покупки в таком случае закреплено за остальными участниками долевой собственности. То есть, в случае, когда один из собственников решил продать свою долю, он обязательно должен известить остальных участников в письменном виде о продаже и указать цену и другие условия. Если остальные участники общей собственности в течение месяца не выкупят у него эту долю, либо не откажутся от ее покупки, он имеет уже право продать свою долю постороннему лицу. При этом данный срок месячный начинает считаться не с момента направления извещения, а с момента его получения лицом, которому он адресован. Соответственно, если лицо по каким-то причинам не явилось на почту за данным извещением, то есть по завещанным только от него причинам данное извещение не получило, например, извещение вернуло за истечением срок его хранения, тогда лицо все равно считается надлежащим образом извещенным. Стоит отметить, что в случае нарушения преимущественного права покупки, любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. На старейшей улице Рязани отметили день двора. Десятки горожан вышли на улицу, чтобы отметить завершение капитального ремонта одного из домов на Затинной. Праздник посетил и губернатор Олег Ковалев. Вчера на улице Затинной прошел праздник двора. В гости к жителям пришли губернатор Рязанской области Олег Ковалев, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Андрей Макаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Красов и глава администрации города Рязани Олег Булеков. Все депутаты приехали. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Какие вопросы есть? А вопросов было много. Больше всего жителей волновали расходы на коммунальные услуги. Недавно был завершен капремон дома номер 38 корпус 1, проходивший в рамках профильной региональной программы. В ходе работ была отремонтирована кровля, фасады, заменены оконные блоки, проведено благоустройство прилегающей территории. За асфальтированные дорожки установлены детское игровое оборудование. На вопрос о сокращении расходов на коммунальные услуги Олег Ковалев ответил следующее. Мы сейчас приняли поправки в закон о капремонте, чтобы если мы приходим на дом делать капитальный ремонт, мы будем ставить приборы учета. Тогда вообще домовые нужды легче посчитать. Да и люди будут. И сразу получается, что люди меньше платят. Потому что когда мы считаем это все по квадратным метрам, получается не очень справедливо. После общения с местными жителями губернатор Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров и депутат Госдумы РФ Андрей Красов присоединились к празднику. В свою очередь местные жители приготовили угощение. Пироги, печенье, кексы и чай. Почетные гости с удовольствием попробовали домашнюю выпечку и пообщались с рязанцами. Приятно прийти, поговорить воочию с людьми. Даже выслушать может иногда и нелесное что-то в свой адрес. Но это придает определенный стимул. Но я вас поздравляю с праздником. Я вижу неплохо сделано благоустройство двора. Идется капитальный ремонт жилых домов. И это хорошая тема. Конечно, проблемы еще есть. К новостям спорта. В Рязани пройдет открытый чемпионат вооруженных сил России по боксу. В конце июля на территории десантного училища будут состязаться около 150 лучших спортсменов. Еще в прошлом году главный командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил о необходимости воспитания боксеров-десантников, которые будут представлять Россию на Олимпийских играх. В результате было принято решение о создании двух центров подготовки в Рязани и Омске. Увидела, как готовятся к соревнованиям спортсмены Оксана Тебенихина. На территории училища ВДВ проводятся учебно-тренировочные сборы команд воздушно-десантных войск. Также присутствуют и спортсмены сборной ЦСКА. Идет подготовка к чемпионату вооруженных сил по боксу, который будет проходить на этой же площадке с 27 по 31 июля. Чемпионат вооруженных сил проводится на призы олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Александра Лебзика. Турнир этот проводится под таким названием второй раз в Рязани. Вообще Рязань проводит уже чемпионат вооруженных сил уже шестой раз. Но на призы олимпийского чемпиона нашего Лебзика, то есть второй раз мы проводим. Бойцы, выигравшие этот турнир, завоюют путевку на чемпионат России. В прошлом году в чемпионате приняли участие 105 человек. Сейчас количество спортсменов возросло. Заявки подали 150 боксеров. Все они имеют непосредственное отношение к воздушно-десантным войскам. Чемпионат набирает популярность, набирает силу. Практически все хотят участвовать в этом турнире. Ну и соответственно идет возрождение бокса, будем так говорить, вооруженных сил. Это участники со всей России съезжаются. Это идет отбор сильнейших боксеров от видов, родов, войск. Поэтому здесь будут участвовать сильнейшие боксеры вооруженных сил. Сейчас спортсмены интенсивно готовятся к чемпионату. Так сказать, доходят до спортивного пика. И в этом им помогает целая команда тренеров. Все настроены, чтобы победить. Это же лицензия. Тут же два в одном. Это, во-первых, на призы олимпийского чемпиона, где присваивается мастер спорта России. И второе, что он получает путевку, лицензию на чемпионат России. И там уже будет, как говорится, дальнейшая его карьера. Бокс – спорт настоящих мужчин. А соревнования по боксу среди представителей вооруженных сил – это двойная отвага. Так что пожелаем спортсменам удачи. Профессиональный турнир по боксу завершился на днях в Екатеринбурге. В нем принимал участие рязанский спортсмен Антон Дрючин. Здесь он установил свой профессиональный рекорд. Четыре победы и ни одного поражения. Вернувшись домой, спортсмен встретился и с нашей съемочной группой. Профессиональный бокс долгое время был не самым популярным видом спорта в России. Однако в последние годы он набирает обороты и стремительно развивается. Немало российских боксеров уже завоевали признание на мировой арене. Вспомним Александра Поветкина или Сергея Колесникова. Тенденция, которая наметилась в спортивной жизни страны, следует и Рязань. Антон Дрючин чуть больше года выступает как боксер-профессионал. И за это время еще ни разу не закончил бой поражением. Это был турнир по профессиональному боксу. Он проводился в преддверии другого турнира, где известный боксер наш российский Сергей Ковалев защищал пояса свои. И вот на нем я выступал. И не сказал бы, что цена победы была какой-то очень большой. В принципе, у меня пока все бои довольно легко давались. Бокс, вопреки расхожему мнению, интеллектуальный и психологичный вид спорта. Узнав, с кем будет следующий бой, спортсмен изучает противника, вырабатывает тактику и стратегию встречи, продумывая и просчитывая возможное поведение противника. И научиться этому можно в любом возрасте. Главное – поставить правильную цель. Каждая победа для профессионала – это шаг вперед к какой-то цели, в данный момент к цели владения поясами, пока чемпиона России и так далее. Впереди у Антона турнир в Сочи. И уже на днях он отправляется на сборы. Наша телекомпания желает рязанскому спортсмену удачи и новых побед. Нельзя никогда отказываться от мечты. И наш следующий герой доказывает это снова и снова. О прыжке с парашютом мечтают многие, но осуществить решаются лишь отважные. В истории Александра Мехкова все иначе. Его возможности называют ограниченными, а он доказывает обратное. Руководитель общественного движения «Доступ открыт». 30-летний Александр Мехков – инвалид с детства. С недавних пор он единственный человек в России с диагнозом «спинальная амиотрофия», который прыгнул с парашютом. И совершен этот прыжок под Рязанью на территории дробзоны Крутицы. Мечту молодой человек лелеял давно, но осуществить ее не получалось, потому что ни один инструктор не брался за такую сложную и ответственную задачу. В конце июня состоялся уникальный прыжок, который теперь обсуждают тысячи человек на просторах сети интернет. У любого человека есть мечты какие-то свои, какие-то желания. Почему нет? То есть только потому, что человек не может ходить или не может сделать что-то. Для этого и сделаны были тандемные прыжки, чтобы дарить людям счастье с возможностью свободного падения. Потому что каждый человек с 15-минутной какой-нибудь тренировкой может пойти и прыгнуть самолетом. Вместо того, чтобы тратить какое-то количество времени, денег и прочих средств на обучение, чтобы прыгать самому по себе. А так, ну пришел, есть человек специально обученный, который умеет все делать, подарить человеку счастье, хоп, пошли прыгнуть, почему нет. Юрий Гармашов – парашютист с мировым именем. Количество прыжков за последние 9 лет подбирается к 9 тысячам. Давно, когда Юрий был еще учеником начальной школы, его папа стал работать спасателем. Имея перед глазами такой пример, Юрий был обречен выбрать совсем необычное дело жизни. Сейчас он член сборной России по парашютному спорту. Он и решил осуществить мечту Александра Мехкова, хотя это была непростая и очень ответственная задача. Ну я, в принципе, никак особо не готовился. Я приехал человек, хочу прыгнуть, ну окей, подъезжайте, будем прыгать. Он приехал, я был немного удивлен состоянием. Ну что же, если хочешь, значит надо прыгать. Ну все, а так, что, ну, сложностей особых не было, но немного там пришлось по-другому одеть подвесную систему, потому что надо было уложить его на землю, одеть подвесную систему на него. Потом, опять же, требовалась помощь людей, чтобы закрыть его в самолет. Ну, в принципе, все. Ну, а остальное, ну, приземление нам тоже понадобилось с помощью. Юрий довольно скромно и сдержанно рассказывает об уникальном прыжке. Для него это очередной пункт сделано в списке тех, что подтверждают. Для некоторых людей не существует слова «невозможно». В Рязанской области по-прежнему действует противопожарный режим. Напомним, в этот период необходимо воздержаться от посещения лесов. В том числе запрещен въезд на транспортных средствах. В Главном управлении МЧС сегодня еще раз озвучили меры, которые огнеборцы будут предпринимать, чтобы обезопасить лесной массив в самый пожароопасный период. Жаркая погода диктует свои правила. Провести свободное время за городом у водоемов – такое пекло – дело святое. Но не стоит забывать о банальных правилах безопасности в период, который принято называть пожароопасным. Вспоминая трагедию 2010 года, рязанские брандмейстеры предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение истории. На территории Рязанской области установилась сухая и жаркая погода, которая значительно осложняет обстановку с пожарами. В лесах области повышен класс пожарной опасности. Напомним, что в период действия особого противопожарного режима в число дополнительных требований пожарной безопасности входит запрет на въезд и посещение гражданами лесов, обеспечение установки предупредительных аншлагов и шлагбаумов на дорогах, ведущих в лесные массивы, а также патрулирование этих территорий. На улице по-настоящему летняя жара. Кстати, сегодня лето перешагнуло линию своего экватора. О том, какую погоду ждать рязанцам в выходные, расскажет Наталья Новикова. На календаре ровно середины лета и природа, видимо, решила отметить это событие, преподнеся жителям нашего города экстремальную жару, которая вместе с календарем вышла на пик. В итоге наслаждаемся всеми прелестями практически курортного лета. Мало того, что горячий воздух с юго-востока устремил столбики термометров вверх, выросло атмосферное давление и облаков на небе стало меньше, а вероятность уже привычно обещаемых синоптиками дождей с грозами практически устремилась к нулю. В общем, в выходные рязанцев ждет ясная, жаркая и сухая погода. В субботу среднесуточная температура воздуха почти на 8 градусов превысит климатическую норму. Ночью будет душно, на днем ожидается на около 33 градусов. В воскресенье ночью станет чуть свежее, плюс 17-19. Днем тоже температура воздуха слегка понизится, но вряд ли опустится ниже 30-ти градусной отметки. Конечно, при такой погоде спасаться от жары лучше за городом, особенно на берегах водоемов. При этом постарайтесь все-таки избегать длительного пребывания на солнце. Не пренебрегайте солнцезащитными средствами и пейте как можно больше воды. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего пятничного вечера и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok